МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Начало лета обернулось резким ухудшением погоды и серьезными погодными катаклизмами. Как и все россияне, жители Самары напуганы ураганом в Москве, который унес жизнь 16 человек. А в четверг, 1 июня и в Самарской области порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В Самаре в субботу дождь не прекращался почти весь день. Сразу в нескольких районах города мощный ветер валил деревья. Пользователи соцсетей публиковали эти фото. Во дворе на Владимирской деревья упали на машины. Правда, владелец авто, которая была внутри, написал, что из-под дерева сумела выехать без единой царапины. Просто повезло. Еще одно дерево упало на улице Ставропольской, рядом с магазином. Еще одно на улице Революционная. Но, увы, ранее в четверг не повезло мужчине в Красноглинском районе Самары. У дома на улице Батайской ветер повалил дерево, и оно рухнуло прямо на тротуар. На 59-летнего мужчину. Так сообщила пресс-служба МЧС. Самарец получил травмы различной степени тяжести. Горожане пишут, что в самарских дворах слишком много старых деревьев. Из-за этого и случаются такие трагедии. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать правовую оценку работе управляющей компании или службе благоустройства, которая ответственна за содержание данной территории. Найти ответственного, причем, чаще всего совсем несложно. За обслуживание трасс, дорог и благоустройство территорий, прилегающих к ним, отвечает районная администрация. Соответственно, она и отвечает за озеленение состояния насаждений на вверенных площадях. Что касается придомовых территорий, то в этом случае ответственность возлагается на управляющие компании. За территориями государственных или муниципальных домов обязаны следить местное отделение районных дезов, отвечающих за благоустройство площадей. В их обязанности входит уход и содержание зеленых насаждений. Однако не все так просто. Согласно законодательству, ветер с паромами выше 15 метров в секунду считается неблагоприятным явлением и приравнивается к обстоятельствам непреодолимой силы, что в соответствии с законодательством освобождает коммунальные службы от возмещения вреда. Если автомобиль припаркован с какими-либо нарушениями, управляющая компания также не несет ответственности. В остальных случаях судебная практика оказывается на стороне пострадавших пешеходов и владельцев автомашин. Хотя и при таких условиях суд может сократить сумму возвещения или совсем отказать в выплате. К сожалению, в большинстве происшествий при падении деревьев муниципальные органы, отвечающие за зеленение, остаются безнаказанными. Но есть и положительные примеры. Так, 2 марта Ленинский районный суд Самары взыскал с городской администрации 368 тысяч рублей возмещение ущерба самарцу Юрию Бычкову, за дерево упавшее на его машину. Были также взысканы судебные издержки. В общей сложности город задолжал Бычкову около 400 тысяч. Инцидент произошел 2 сентября 2016 года. На Volkswagen Passat Бычково, припаркованной недалеко от дома на улице Свободы, упала большая ветка дерева. Владелец обратился в суд с иском городской администрации, муниципальным предприятием богоустройства и спецремстройзеленхоз и управляющей компанией. Представители ответчиков наперебой пытались доказать, что их организации не несут ответственности за упавшую ветку. Представитель спецремстройзеленхоза сообщил, что это коммерческое предприятие, а за спил ветвей с этого дерева организация не платила. МП благоустройства якобы не может отвечать за ветку, потому что не является собственником автомобильных дорог, а дерево росло у дороги, а управляющая компания обслуживает только придомовую территорию. Юристы городской администрации, напротив, утверждали, что по контракту с благоустройством эта организация должна заниматься опиловкой деревьев и, следовательно, должна нести ответственность. Доводы последних судье Ленинского районного суда показались неубедительными, и она вынесла решение о взыскании ущерба с администрацией города. Что деревья во дворах нужны, это понятно всем. Они выполняют множество полезных функций, в том числе вырабатывают кислород, задерживают пыль и грязь в светающей воздухе. Но в городе практически все деревья больные и слабые. Как-то не принято, а следовало бы. Строить зеленхозу, разориться на стандартную подконку удобрения, поливать деревья в заску и, конечно, проверять их на аварийность. Но, скорее всего, чиновники по-прежнему будут нам рассказывать о том, как много всего делается. А тополь, грозно нависающий над чередной детской площадкой, так и останется без внимания ровно до той минуты, пока не случится беда. И снова виноват будет ветер, ураган, природа, кто угодно, но только не коммунальные службы и не власти региона. Я Андрей Асташкин. Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин